Приветствую вас, мои хорошие! Сегодня у нас с вами домашний влог. Наливайте себе чай, так же, как и я, и давайте поговорим. Поднимем разные вопросы, и важные в том числе. И покажу, кстати, как я храню косметику. Не при параде, а в шарфике, потому что стараюсь сохранить свое горло и свой речевой аппарат в тепле. Сейчас такое время, когда все болеют, очень много вирусов. Кстати, вынуждена была обратиться к врачу по поводу дочки, потому что такая очень сильная ломота в ногах. И вчера ее отправили даже из колледжа, пришлось вызывать такси. Вчера у меня был довольно сложный день. Столько просто всего произошло, тоже хочу с вами об этом поделиться и в чем-то даже, наверное, посоветоваться. Кстати, пью очень вкусный чай, показывала вам его вот такой вот из iHerb. Это Better of Red. Это Ройбуш, такой же мы приобретали зеленый чай. Удобен тем, что он вот в таких вот пакетиках. Он очень-очень сильно заваривается. Я сейчас специально заварила сильно, потому что в Ройбуше очень много витамина С. Если вы не знали, он очень полезный. Зеленый мы выпили просто с бешеной скоростью. Здесь 24 пакетика очень вкусные чаи. Сегодня день отдыха, и я стараюсь как-то немножко отойти от вчерашнего. Не хочу вас пугать или жаловаться, не подумайте ни в коем случае. Но вчера я была с мамой в поликлинике, и нужно было кое-что оформить, кое-какие документы, посетить врача. В общем, такая специализированная клиника. Много, конечно, людей, очередь в течение 3-4, иногда 5 часов там бывает. И, к сожалению, многие люди, конечно, не выдерживают очень пожилых людей. Не рекомендуется возить, ну, после 80 лет, вот в такие вот очереди. Там, конечно, духота. Ну, то есть там чисто есть кулер, но там духота жуткая. Бывает так, что даже негде уже сесть, потому что количество людей просто бешеное. Мама, конечно, уже такая вся на слезах, уставшая. Сердце у нее не очень, к сожалению. И я стараюсь, естественно, ее поддерживать, улыбаюсь, хожу, там всем-всем объясняю, старичков успокаиваю. И тут какая-то женщина, которая пришла со своей дочкой, ну, сложно сказать, пришла, я не знаю, привели, принесли. Она уже в очень тяжелом была состоянии. Я не знаю, зачем нужно было, конечно, в таком состоянии пожилого человека везде. Просто падает, хрипит и начинает умирать, представляете? И все сидят и в ужасе, конечно, ну, все пациенты и так уже уставшие в этой очереди. И она просто вот тихонечко начинает умирать. Ее дочка начинает плакать, естественно, у дочки истерика. Вот, я, естественно, бросаюсь к этой женщине, пытаюсь что-то сделать, чтобы она задышала. Ну, в общем, вспоминаю все, что я умела делать. Когда-либо где-то чему-то училась от врачей и так далее. Какой-то первой технике помощи. Начинаю звать врачей. И все врачи закрыли двери сразу же. Я не знаю, почему. Я не понимаю вот этой реакции. Может быть, из-за того, что они боятся, что их потом обвинят в халатности, если этот пожилой человек умрет. Вполне возможно. Но меня немножко это, конечно, шокировало. И вот сейчас я об этом рассказала врачу нашему, который был у нас. Он, конечно, человек интеллигентный. Он не может, как и педагоги, не должны друг о друге говорить плохо, так же и врачи. Это этика. И он не мог, конечно, сказать, что это кошмар. Но по его выражению лица я поняла, что он в шоке. Ребята, кто врачи, смотрят меня, объясните мне. Просто я хочу понять. Ну, я просто хочу понять, как бы снять такое, знаете, неприятное ощущение с сердца. Потому что потом очень сложно доверять врачам. Понимаете? И бабушка, это только после каких-то манипуляций, которые я сделала, опять начала дышать. Она захрипела, задышала. Мы ее посадили. И ее дочка держала ее вертикально. И только после того, как администратор увидела, что эту бабушку привели в чувства, подошла дежурная врач с тонометром. И все. Дальше мы уже вызвали скорую, потом уже скорая ей занималась. Почему так? Почему такое отношение? Я просто... Мне довольно сложно это понять. Ну, просто действительно, если вы врач, объясните, я хочу просто понять, почему вот так. Почему такая ситуация, почему врачи не хотят и боятся помогать, откачивать людей, которые умирают на их глазах. Почему они закрывают двери и прям вот, прям перед носом у нас закрывали. Все закрылись на ключ и прекратили работу. Никто не вышел из врачей помогать. Я в таком настроении, мама плачет, и я, значит, ее успокаиваю. Все старики в ужасе, я их всех успокаиваю. Но там очередь огромная, длинная, показываю всем, как надо правильно дышать, а у самой комок в горле, потому что, ну, мне просто обидно. И, честно говоря, мне просто было стыдно очень за них. И дальше... Вот сейчас не могу, прям начинаю плакать, когда вспоминаю. Простите. В этот момент мне звонит еще ребенок. У меня сводят руки-ноги, у меня все болит. И меня просили в деканате позвонить родителям, чтобы меня забрали, либо ехать домой. Ей ехать 2,5 часа домой, если с вами ходом. Ну, вот да, так случилось, что мы сейчас живем довольно далеко от ее колледжа. Называю ей такси, она едет на такси. В конце еще выясняется, что она забыла ключи. Ну, в общем, по полной программе. Вчера просто это был день такой, знаете, когда мне точно нужна была молитва, поддержка. И я только ехала в такси и говорила, сейчас будет поддержка от Бога. Сейчас будет поддержка от Бога. Ну, все люди разные, не все верят в Бога, да. Осилие молитвы или убеждений тоже сейчас хочу поднять вопрос. Действительно, молитвы, убеждения положительные, они все работают. И каждый раз, когда я в этом убеждаюсь, я очень приятно удивлена. Знаете, сегодня я звонила врачу, у меня есть его номер телефона здесь, нашему местному. Иногда он просто заходил, когда мы его просили заходить. Ну, во-первых, ему было интересно пообщаться с нами, нам было интересно пообщаться с ним. Знаете, такой, как Антон Павлович Чехов. Интеллигентный такой взрослый мужчина, работает детским и подростковым врачом. Таких людей я не так часто встречала, просто угощаем кофе. И заодно советуемся с ним, когда мы немножко болеем, ну, так скажем, заболеваем. И вот сейчас я звонила ему, и он просто совершенно не мог говорить, куча была пациентов. И я просто просила, что нужно купить, пока я ходила в аптеку, потом вернулась. Внезапно я открываю дверь, и в итоге он стоит в нашем подъезде. Да, представляете, по дороге я молилась, чтобы у него появилась возможность к нам зайти. То есть я даже не просила его к нам заходить, но, оказывается, совпало так, что в это время у него был пациент в нашем же доме, и я встретила его в нашем подъезде. Естественно, я пригласила его на чашку кофе, заодно посмотреть дочку. Вот, и, соответственно, он подтвердил, что все, что я купила в аптеке, было правильным, ну, и так далее. Вот такой веселый у меня был вчера день. Поддержка была, как вы уже поняли, утром. На следующий день, за что я очень благодарна. Ну, в общем, теперь о хорошем. Ну, собственно, все, что происходит в нашей жизни, это все хорошее. Будем принимать все так, как есть, с благодарностью. Теперь о хорошем. Я использую вот такой вот стик, который приобрела на iHerb. Масло какао. Очень сильно у меня сохнут руки, под глазами, кожа, губы. Прям расплавляется. То есть, ну, вот фактически это как, знаете, массажные плитки, только это очень дешево. Это натурально, стопроцентное какао-масло. В России тоже продаются такие варианты в аптеках, но они в банках. Банку вы с собой носить не будете. Кстати, для губ, так, шикарно. И под глаза, ребята, вот так вот я прямо наношу, вот так чуть-чуть, буквально вот чуть-чуть. Прямо даже сверху на макияже ношу с собой, и это самый удобный вариант. Ну, во-первых, пахнет вкусно, ужасно, но натуральное масло какао, да, понятно, что это вкусно. Я оставлю вам ссылочку для тех, кто так же вот сохнет в холодное время, в ветра, кто боится обветрить свою кожу. По поводу воспалений. Очень часто воспаляется кожа вот в такое время, когда холодно, мокро, сыро, человек болеет, и очень часто возникает воспаление на коже. Я бы вам советовала приобрести на Herb Tea Tree Oil, то есть это масло, натуральное масло, чайного дерева. 100% масло. 39 мл, выглядит оно вот так. Парой капель в ваш обычный дневной, либо ночной крем вам будет достаточно, чтобы снять воспаление. Это очень выгодно, чем покупать какие-то очень дорогие кремы с чайным деревом. И за этот ингредиент берутся в большие довольно деньги, особенно в аптечной косметике. Акне для подростков. Вот это выход абсолютный. Можно добавлять даже в средства для умывания, в шампуни, кстати, если у кого-то зуд. Тоже можно добавлять несколько капель. В маски и также замечательно в кремы для тела, для снятия раздражения после бритья. Мне муж еще летом привез целый пакет косметики израильской, потому что он был к уделам в Израиле и, собственно, привез вот такого вот. Влоги вам показывала просто мельком вот такое вот животное. И Рушалай написано, любят они там вот этот просто символ, продается он везде. И вот так, такую шапочку тоже привез, чтобы мы повеселились. Мне было очень интересно посмотреть их SPF. SPF, перевести тут крайне сложно, однако есть на английском состав, очень интересно, я буду изучать. Я попробовала, это SPF Sport, то есть специально SPF для тех, кто занимается спортом, например, бегает на улице, он не скатывается, не сползает. Это прям очень здорово. Скажите, пожалуйста, использовали ли вы когда-то средства Ахава? Напишите, какие и каков был результат. Age Control Even Tone Moisturizer с SPF 20, вот такой вот крем для лица. И следующий крем для рук, знаемая проблему, постоянная сухость рук, вот муж приобрел специальный такой, Time to Smooth. Ну, фактически все это антивозрастные комплексы. Broad Spectrum с SPF 15. Следующий это Serum, Age Control Intensive Serum, Time to Smooth. Здесь нет SPF никакого, поэтому буду использовать зимой. Интенсивный лосьон, Essential Moisturizing Lotion с SPF 15 Hydrate. Ни одно из этих средств я еще не пробовала. Если кто-то пробовал, пожалуйста, напишите мне, как они вам. Хочу показать вам, я приобретала в Ikea. В принципе, вы можете приобрести эти лоточки для хранения, ну, фактически, столовых приборов. Но посмотрите, как они здорово подходят для косметики. Просто чудесно. Таким образом я храню косметику. Для меня это удобно. Массажер, видите, помещается как раз в баджи-шоп. Чудесно, очень удобно. Видите, кудряшки мои отрастают со всех сторон. Вот такие антенки на светлом фоне. Выгляжу по-домашнему. Ну, а с другой стороны, у нас с вами домашний влог. И попугаю вас немножко в финале этого видео. Ну, так, не попугаю, скажем, предупрежу. Друзья, осень. Сейчас идет обострение всех психических заболеваний. Я уже троих людей с психическими серьезными обострениями высадила с помощью полиции из метро. Последний раз мы спустились в метро уже с режиссером после озвучивания проекта. И она просто была в шоке. Я уже нет, я уже была не удивлена. К сожалению, да, очень агрессивные люди. Не буду вам описывать. Это не очень приятно выглядит, естественно. Такие припадки, агрессии. У многих, в принципе, нет припадков. Но их просто видно, что они готовы что-то не очень хорошее сделать. Вот о чем хочу вас предупредить. Если особенно вы ездите в общественном транспорте, пожалуйста, вынимайте хотя бы одно ухо из наушника. Почему? Потому что вот последнюю женщину, которую мы пытались как-то остановить с помощью полиции, вызывали, да, срочно, у нее была такая истерика и такая агрессия. Еще у нее в руках была огромная, тяжеленная такая вот металлическая сумка. Она могла ее, в принципе, поднять и кого-то стукнуть. Ну, как бы, что она и угрожала сделать. Когда она побежала с этими криками прямо к платформе, там стояло огромное количество девочек, мальчиков вот в таких вот наушниках, которые вообще ее не слышали. Они могли просто не среагировать. То есть она могла толкнуть их и убежать. И ей бы ничего не было. Ее бы просто положили лечиться. Поэтому, друзья, пожалуйста, я не пугаю. Просто предупреждаю. Обострение, друзья. Смотрите, пожалуйста, внимательно на людей, которые вокруг вас. Не нужно вырабатывать в себе никакие фобии, всех подозревать. Да, но тем не менее, если вы видите странного человека, перейдите, пожалуйста, в другой вагон. Если вы почувствуете, что он каким-то образом опасен для других, либо для самого себя, пожалуйста, сообщите об этом машинисту. Есть вызов, вы знаете, в каждом вагоне. Говорить на кнопку нажав нужно. Не просто так, да. Один раз нажали, убрали руку и говорите. Он вас не слышит. Тогда машинист. Номер вагона указан прямо над вот этим самым прибором. Говорильным. Вот. Поэтому просто сообщите. Желательно так, чтобы, естественно, этот человек не слышал. Ночью он скроется, его не поймают. Вот. Стараюсь о вас позаботиться, друзья. Спасибо большое, что вы были со мной. Простите, что так немножечко в конце вас поднапугало. Надеюсь, видео окажется для вас информативно полезным. Если так, поддержите меня, пожалуйста, чтобы я знала, да. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, кто еще не подписался. И жмите на колокольчик, вот здесь он наверху, чтобы первым увидеть все мои новые ролики. Что ж, я желаю вам удачи. И до новых встреч. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока.